Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале ColdVision. Рано или поздно каждый игрок сталкивается с необходимостью прокачки какого-либо дополнительного оружия. И, прямо скажем, занятие это не самое интересное. Неудивительно, что все пытаются найти какие-либо споты, где нужно тратить поменьше времени, получая при этом больше опыта. В этом видео я расскажу вам о трех лучших спотах для прокачки оружия. Опытные игроки знают о большинстве из них, но я уверен, что и для вас здесь кое-что полезное, да все-таки найдется. Но не буду надолго затягивать со вступлением, так что приятного просмотра. Ну что ж, начнем с первого спота, и на самом деле он довольно популярен, и о нем многие знают. Это 25-е элитки в Монархблафе. Находятся они вот здесь, в этом месте на входе можно поставить кемп, как видите здесь уже их фармят. Начинаются они в принципе вот с этой зоны в этом форте. Здесь пачка, здесь пачка, здесь пачка. Это то, что только на входе. А на самом деле нас еще ожидает глубокая пещера. Давайте на нее посмотрим. Большая пачка мобов стоит вот здесь. Такая же здесь. И вот здесь. И вырисовывается такой себе импровизированный круг. После этого пачка заходит, пачка людей заходит в саму пещеру и поднимается дальше. Также пак мобов находится и здесь. К сожалению, мне вот прям не везет. Я пришел в самый разгар, как раз когда здесь люди. Агрится тот пак мобов, добирается этот и они в принципе ауешками забираются. Ну и вот наверное самая опасная пачка, самая тяжелая, самая сложная находится вот здесь. Сейчас давайте как раз таки продемонстрируем по-быстрому, как они убиваются. То есть за счет того, что это 25 элитки, убиваются они довольно быстро. И дают очень даже приличного опыта. Следующий большой пак находится здесь. Прям по кругу. Это вот эти мобы, которые стоят внизу. И вот этот большой босс. На самом деле я не советую вам фармить большого босса. У него много хп, он долго убивается, неприятные обилки. Просто забрали мелких мобов и ушли отсюда. И по этой дороге просто сделали петлю, круг. Вернулись на исходную позицию, которая у нас там будет в самом начале. И вот так вот просто бегаем. То есть один круг у нас получается здесь уже в самой пещере. А один круг еще на самом входе. Могут фармить несколько патчек. Можно фармить в пвп. Ну как вам удобнее. Давайте перейдем ко второму споту. Второй спот на самом деле такой же бородатый, как и первый. О нем знают все игроки, которые играют со старта. Это у нас два кемпа в Реслис Шоре. И на мой взгляд этот спот даже лучше. Суть в том, что здесь у нас 44 мобы, которые не элитки. Но тем не менее за счет количества и постоянного фарма они приносят в разы больше опыта, чем те же элитки 25. Однако на самом деле здесь зачастую намного больше игроков. То, что я пришел и здесь никого нет, это прям какое-то исключение. Давайте пробежимся, я покажу вам какие круги, как здесь фармят. После того, как зачистили первый форт, перебегаем ко второму. Ну и получается в тайминг, как раз к тому времени, как вы зачищаете второй форт, на первом уже рисуются мобы. И по сути это бесконечный фарм экспириенса. Но опять же, обычно об этом форте все знают. И обычно здесь довольно много людей. Поэтому вот так вот фармить, когда здесь никого нет, это прям из исключений. Давайте перейдем к следующему споту. Ну что ж, этого места не было на старте игры. Поэтому это не такой популярный спот, как предыдущие два. Находится он в Грейт Кливе. Примерно вот в этом месте. Когда мы подходим сюда, у нас загорается специальный квест, в котором нам необходимо зачищать волны мобов. Давайте посмотрим. Для начала необходимо убить 9 любых мобов в этой локации. После того, как убили мобов, у нас начинается квест. Начинается первая его стадия. На данной стадии нам необходимо убить еще 5 мобов, которые появятся около палаток. После этого появляется боссик с двумя мобами, которых тоже необходимо залить. А теперь стадия, на которой нам необходимо продержаться против волн мобов 1 минуту. Но по факту за каждого моба, которого вы сейчас убьете, вы будете получать повышенное количество опыта. И как раз таки это самая главная стадия, на которой идет прокачка. Далее у нас наступает последняя финальная стадия, на которой нам уже необходимо убить самого торпа. В сумме за закрытие всего портала нам дадут порядка 2000 опыта. И на самом деле это наилучший способ прокачки рейнджевого оружия. Потому как если на предыдущих двух спотах нам необходимо было заливать мобов в АОЕ, то здесь уже все идет, это сингл урон. И чем больше вы даете сингл урона, тем быстрее вы будете закрывать как мелких мобов убивать, так и убивать того же боссика. После того, как вы все это зачистили, отходим от локации буквально на 1-2 минуты. Убиваем мобов вокруг, здесь тоже очень много их. И после этого возвращаемся, лучники стоят на месте, у нас квест обновляется, можно делать до бесконечности. Грубо говоря, опыта вы будете получать возможно даже больше, чем на предыдущих двух спотах. Что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами как всегда Cold Vision. И увидимся на просторах Этернума. Субтитры создавал DimaTorzok